Всем привет! В этом видео поговорим о том, что правящая партия Дуды и Моровецкого проиграла выборы в Польше. Парламентские выборы в Польше привели к заметному ослаблению позиций правящей партии, право и справедливость выступавшей за ухудшение отношений с Россией и Германией. По предварительным данным указанная партия потеряет не только 30 мест в польском парламенте, но и лишится ключевых хвостов в польском правительстве. По мнению польских политологов, Польша оказалась на пороге политического кризиса, а партия Кончиньского, Дуды и Моровецкого, выиграв сражение, проиграла войну. Согласно предварительным данным Польской избирательной комиссии, правящая партия права и справедливость заняла первое место по итогам выборов и получила 36,8% голосов. Это дает право правящей партии получить в новом составе Сейма 200 депутатских мест. При этом для того, чтобы сформировать правительство, необходимо иметь в Сейме 230 мест. Пока еще действующий премьер Моровецкий выразил осторожную надежду, что ему совместно с президентом Дудой удастся сформировать новое правительство. Однако сделать это будет почти невозможно. Дело в том, что ставшая второй партия Гражданская коалиция под руководством Дональда Туска получила почти 32% голосов. Дональд Туск, показавший себя гораздо более гибким политиком, заявил о намерении создать коалицию с другими оппозиционными партиями «Третьи пути левые», что позволит суммарно получить 248 голосов в польском Сейве и большинство голосов в Сенате. При этом теоретически поддержать правящую партию может только партия евроскептиков «Конфедерация», которая получила лишь 6% голосов избирателей. В сухом остатке вероятность сложений полномочий премьера Мравицкого велика. Партия «Право и справедливость», победив на выборах, рискует оказаться не правящей, а оппозиционной силой. Дональд Туск заявил, что в ближайшие дни он проведет переговоры со всеми политическими партиями и сформирует новый состав правительства. В соответствии с Конституцией Польши, после официального подведения итогов парламентских выборов, президент Польши будет по очереди предлагать Сейму кандидатов на должность премьер-министра до тех пор, пока за какого-либо кандидата не проголосует большинство депутатов. При этом Сейм вправе рассмотреть вопрос уводами доверия действующему составу правительства.